Совсем недавно вопрос стоимости овощей в крае стоял максимально остро. Подорожали не только редкие представители люкс-сегмента, но и базовый, так называемый, борщевой набор. Картофель, морковь, свекла, лук, капуста. Две недели назад этот вопрос на Алтае обсудил первый зампред Совета Федерации и главагин Совета Единой России Андрей Турчак. Тогда он спрогнозировал снижение цен. В буквальном смысле я помню цены, которые были в торговых сетях. Если мы берем морковку, это 100 рублей. Я фиксировал, это буквально недели, наверное, две назад. А на нашем предприятии, на сегодняшний день, то, что сейчас находится у нас краснодарская морковка, мы видим эту цену в количестве 50-45 рублей уже за килограмм. Отмечается почти двукратное падение стоимости и на другие овощи. Основные причины – начало поставок продуктов из Краснодарского края и Средней Азии, а также местные фермеры, снижающие цены в конкуренции друг с другом и торговыми сетями. За этим процессом следит специальная комиссия, созданная депутатами-единороссами. Началось это с середины июля, рабочая группа была сформирована. Ну, в хорошем состоянии, конечно, чтобы этот мониторинг продолжался всегда. Такое, чтобы индикатор был цен, чтобы понимание, где-то можно было повлиять на это, чтобы цены были не завышены. Тем, кто желает сэкономить уже сейчас, Александр советует покупать овощи на рынках. Там нередко есть бесплатные места для пенсионеров, а значит, аренда не отразится на цене продуктов. Фермеры тоже могут здесь торговать, но на коммерческой основе. С каждым годом количество таких мест растет. У нас еще такие торговые лотки организованы на всех рынках города, где предоставляются на безвозмездной основе, как вот здесь вы видите, для бабушек. Всего у нас по городу таких мест организовано более 380 мест. Еще мы предоставляем также на всех рынках города, предоставляют у нас места для фермеров и для предпринимателей сельхозпродукции. Таких тоже у нас более 2000 мест. Еще одна категория торговых площадок, где продукцию можно приобрести дешевле, чем в крупных сетях, говорит Наталья, сельхоз-ярмарки. И в этом году их открытие пройдет уже в конце августа. А в ближайшее время стоит ждать дальнейшего снижения цен на овощи. Напомним, что кроме Андрея Турчака край посетили представители других партий. Коммунист Юрий Афонин, Алексей Нечаев от «Новых людей», от родины Алексей Журавлев, «Справедливо-Росс» Сергей Миронов, представитель коммунистов России Максим Сурайкин. Артем Гусельников, День с толком.